как нам жить дальше чем это плохо чем хорошо я объяснил что вот b минус 2 правильных значения здесь две вещи плохие потому что мало хороших значений ну и тем что потом появляются плохие там где-то вверху давайте сначала постараемся заработать побольше хороших значений как это сделать и что они очень приобретут идеи нам надо все делать очень однообразным образом хорошо знаете ли вы что такое метод мне очень нравится такое определение метода по моему на из книжки поля сегео метод это трюк примененный дважды вот мы один раз трюк уже применили давайте применим трюк еще один раз вот наше было множество такое давайте мы возьмем б число б большое при большое здесь возьмем остаток отделения на b минус 2 большое а здесь остаток отделения b минус b маленькая если б очень большое то что у нас будет стоять здесь у нас будет стоять член нашей последовательности с индексом b маленькая так как мы взяли разность по модуле b большой минус b маленькая а здесь будет стоять нужный индекс значит мы будем брать иксы теперь не из b маленького не из m с индексом b маленького а из m с индексом b большое здесь брать модуль b минус 2 а здесь в модуле b минус b что это нам даст это нам даст совпадение на первых b минус 2 элементах а б в нашей власти бы вам сделать очень очень большим уже большой прогресс чего нам теперь не хватает лишь полного счастья что да если x будет очень большим таким что этот член последовательности придется в разность здесь пойдут повторы это совсем не то что нам надо поэтому она как-то с этим делом бороться и сейчас мы займемся изучением поскольку мы здесь берем по некоторому модулю мы займемся по поведением нашей последовательности по модулю общий результат уже был сформулирован последовательность будет периодичной по любому модулю про произвольный модуль ничего разумного сказать я не могу кроме того что есть ограничение на длину периода какая максимальная длина периода максимальная длина периода p в квадрате сейчас мы найдем период по очень специальному модулю здесь то что я вы рассказал на доске о том что всегда выникает периодичность а вот теперь так мы займемся поведением по значимой последовательности по модулю в который есть разность двух членов идущих через один давайте смотреть что происходит нулевой член сравним сам собой с нулем по модулю в первый сравним сам собой с единицей по модулю в m-ный сравним сам собой по модулю в а вот про m плюс 1 я напишу что он сравним с m минус первым по модулю в потому что в это такая разность так что это тривиально через определение в а дальше мы видим что здесь стоит m на 10 минус 1 здесь m на 10 m плюс 1 а вы помните что когда мы обращали наше периодное соотношение оно было совершенно таким же давайте я это напишу у нас было альфа b n плюс 1 предыдущий минус пред предыдущий или наоборот альфа b n минус 1 это последующий минус после последующий то есть соотношение совершенно симметричное куда она скакает значит раз здесь мы получили два соседних членов в обратном порядке дальше все пойдет убывать и убывать и убывать когда мы дойдем до этого члена у нас получится а первое дойдем до этого члена получится а нулевое которое есть ноль когда мы дойдем сюда мы получим минус первое которое у нас есть минус единица которая есть минус а первое с нулем то есть картинка поэтому модуль выглядит таким образом наша последующая шла-шла-шла-шла а затем пошла в обратную сторону совершенно симметрично и дошла до пары один ноль а дальше получилась пара ноль минус один что будет произойти дальше пойдет вниз а потом сюда а потом это то что мы видим что по специально выбранному модулю последовательность ведет себя очень хорошо понятным нам образом значит мы получили что два м это ноль два м плюс первое это минус единица и теперь они идут с знаком минус когда у нас придет еще два м мы получим снова то же самое вот мы получили период по такому специальному модулю значит при таком выборе W эта последовательность имеет период длины 4m а что будет если я вместо остатков по модулю W буду брать значение моей функции арем почему почему можно проверить что половина нашего модуля выше этого числа когда число у нас было альфа B M это меньше чем альфа B M плюс 1 минус альфа B M минус 1 легко проверить поэтому если мы перейдем к остаткам к РМ то просто мы должны будем отразить нижнюю часть наверх и получатся такие пики с двое меньшим периодом чем нам это хорошо тем что мы сделаем еще один шаг значит вот наше новость о которой мы уже договорились рассматривать когда мы берем остатки по модулю B минус B на B минус 2 при большом-большом B мы теперь вместо того чтобы брать остатки на B минус B будем брать остатки деления X на V и наложим на V какие условия V должно быть такой иметь такой вид и V должно быть делителем B минус B тогда мы знаем про поведение нашей последовательности по этому модулю X мы берем как счет последовательности с большим B по модулю B минус B он ведется как наша последовательность с маленьким B а V а V делит значит и по модулю V то ведется как 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 элемент нашей последовательности с маленьким B а благодаря этому периоду мы знаем как это выглядит теперь мы делаем последний пятый шаг применяем тот же трюк третий раз или второй трюк второй раз мы заменим здесь остаток деления на B минус 2 на деление на некоторое U от которого потребуем чтобы U делила B минус 2 и при этом начало у нас будет хорошее нам надо бы только позаботиться чтобы мы отбросили все то что происходит когда X становится очень большим когда начинает возникать периодичность вот здесь возникает ключевая идея мы знаем что эта последовательность имеет период длину 2M эта последовательность имеет период длины U и мы хотели бы чтобы период M был кратным периоду U что это означает на картинке вот это у нас периодичность первого члена пары а второй член пары будет бегать как мы сказали таким образом и это условие означает что в момент когда здесь начинает период мы придем целое число маленьких периодов и тогда на этой картинке мы можем отрезать все лишнее мы скажем что все что происходит выше нас не интересует а то что происходит ниже дает нам нужное соответствие либо в этой части либо в этой части а дальше все периодически это замысел как его оплатить чтобы U делило M что мы знаем про это M M входит в вид нашего V у нас есть сами эти члены но у нас M как какого нет но тут ими пользуемся лемой которую доказали сегодня мы потребуем чтобы U была член нашей последовательности чтобы его квадрат делил это член ну вот теперь когда я попытался изловить мотивировку я могу дать окончательное формальное определение и формально все доказать вот как звучит основная лемма если B по крайней мере 4 то для того чтобы X и K были связаны X и K были связаны этим соотношением необходимое достаточно чтобы числа B R T U V X Y такие что выполнена эта система для нас понимаете важная я ее сейчас за памятью запишу prefer Кто? Не называю, спасибо Квадратный метр Нет В делит В минус 2 В больше 2 Скажу В минус 2 Квадратный метр что система будет не столь страшно, что вы догадываетесь о назначении многих из этих условий. Давайте формально доказывать. Что здесь сказано тогда и только тогда, надо доказать в обе стороны. Сейчас и тогда. Пусть b больше 4, по крайней мере 4, и эти все числа удовлетворяют нашей системе. Мы хотим из этого вывести, что x является катым членом нашей последовательности с индексом b. Давайте разбираться, почему это так. Вот соотношение. Почему там еще раз было b больше и b равно 4? Где было b больше? b больше 4, а я... Да, видимо, b больше 4. Давайте напишем для безопасности. Хотя это... Вот он и свещество. Есть одна плоха, потому что на слайде написано больше барабан, а потом... Да, еще там есть. Что? Там было значение 2x меньше, а на предыдущем. На следующем слайде стало 2a меньше. Да, 2x меньше. Это менялось обозначение, значит, прошу вас. Значит, 2x меньше, конечно, как написано здесь. Значит, написано а, читай, x. Значит, нам дано такое равенство. Какие мы делаем выводы? Что u и t члены нашей последовательности с каким-то индексом a. Т никуда больше не входит. Поэтому нам не важно, t больше u или меньше u. Поэтому на него никого больше не налогано. Нам только важно, что u из нашей последовательности. Аналогичное условие, но сказано, что r меньше s. Какой мы делаем вывод? Это 2 члена нашей последовательности. Причем сначала идет r, а потом идет s. Вот неявно появилось это m. В системе его нет. Но раз мы знаем, что члена наша последовательности, мы просто через m обозначаем местоположение этой пары нашей последовательности. А v сказано, что здесь bs минус 2r. Ну и что же это такое? В это расписываем и получаем то, что нам надо. Значит, v имеет требуемый нам вид. И сказано, что u в квадрате делит s. u у нас элемент с икнексом l, s элемент с икнексом m. Мы знаем, что квадрат делит на это. Данцы, здесь я... Надо было либо написать... Нет. Да, прошу прощения. В реме было написано, что здесь еще делимость на k. Но... Это было нужно, чтобы было в обе стороны. А справедливо и... И без второго... Сейчас... Нет. Нет, все правильно, да? Сейчас... Давайте посмотрим. И... Нет, все правильно. Делимости на квадрат хватает, чтобы здесь делимость была значимая. Все правильно. Значит, из делимости на квадрат мы заключаем, что u делит m. как мы и хотели. Это условие... Что оно нам дает? Что x будет членом потребности с индексом b большое. И значит, оно будет сравнимо с таким членом по модулю этой разности. А по модулю... По этому модулю будет сравнимо со своим индексом n. Мы знаем, что v делит эту разность. Это у нас условие. Значит, x будет сравнимо по модулю v с членом нашей потребности с индексом n. u делит эту разность. Значит, x сравнимо с n по модулю u. Теперь пойдет немножко нудная работа с выкладками. Пускай число j, как его называть... Это остаток, наш наименьший вычет по модулю, от деления n на 2m. То есть, n это есть 2lm плюс или минус g, которое не больше, чем m. Но если мы хотим работать с арымом, то мы вынуждены делить таким образом. Берем нашу последовательность... Значит, n-элемент последовательности с индексом b. Раз n представим в таком виде, получаем такую степень матрицы. Расписываем в виде произведения двух членов. Вспоминаем, что это наши матрицы а и b. Вот получили это соотношение. Начинаем разбираться, что у вас стоит там. Тут стоит матрица с индексом m, которая имеет такой вид. По модулю v, она сравнима с такой матрицей. Потому что v у нас... Помните, в районе v есть как раз разность между альфа, этим членом и этим членом. Эти члены не изменились, а эти поменялись местами. Но то, что написано здесь, это в точности обратная матрица, но с знаком минус. Минус здесь возник. Значит, мы получаем, что квадрат этой матрицы по модулю v это минус единичная матрица. Значит, член, который стоит вот здесь, это из l-той степени единичной матрицы, и это сейчас пропадает. Потому что наша матрица сравнима с плюс или минус этой матрицей. А здесь стоит плюс или минус первая степень, поскольку мы не знали, мы не знали, какой знак мы должны выбрать здесь. Мы брали рассмотрение на 2m, поэтому здесь могут быть и плюс, и минус. Значит, мы получили это сравнение. А теперь, если мы рассмотрим в нашей матрице a-n. Если мы рассмотрим в следующих матрицах элементы, стоящие в нижнем левом углу, то мы получим, что x, которое есть, которое сравнимо по модулю v с альфа bn, сравнимо с плюс или минус джитым элементом здесь. А x выбирает такому условию. Это было написано в системе. И этот остаток есть в точности этот элемент, потому что оно сравнимо по модулю v, и эта величина, легко понять, меньше, чем половина w. Сколько 2 меньше, чем m, не больше, чем m. Вот это здесь написано аккуратно. Удвоенный элемент, не больше удвоенного этого элемента, звука g была не больше, чем m. Это не больше, чем такая вещь. Вот здесь важно, чтобы v, по крайней мере, 4. Ради этого это написано. Это меньше, чем вот это. Это просто расписано. А это и есть v по нашему определению. Значит, x x является этим элементом. А k, которое является остатком разделения на u, является остатком разделения на n, n на u, равняется g. И опять же, 2g меньше, чем этот элемент, у нас подсоединение строго возрастающая. Что является x, как мы знаем, и меньше u, 2x меньше u по условию. Так что мы получили, что x есть. Оп, сейчас откуда у нас k взялось. Да. k мы получили, что k это и есть g, и мы получили то, что нам требовалось. Так. Моё время закончилось. Да. Боюсь, что я всех усыпил и не преследили. Дальше ещё надо делать в обратную сторону. Поэтому давайте мы на этом сегодня закончим. А в следующий раз я повторю часть тогда, и произнесу часть только тогда. А вы пока переварите все лемы и условия. Вопросы? Да. А вы когда это докажете, получится, что мы получим диапазное выражение возведения степени с основанием степени как минимум 4. Правильно я понимаю? Нет. Нет. Когда мы ввели основание, нам требовалось последовательность с большими-большими индексами, чтобы были маленькие соотношения. Там мы домашали на число d, и мы легко получим с любым. Ну, во-первых, получив свой индекс с большим, мы можете всегда поделить одну степень на другую степень и получить двойку. А степень 1 и 0 получается тривиально. Вот. Но там нам нужны были, так сказать, с большими индексами, ради того, чтобы была маленькая относительная погрешность. Потому что это не является препятствием для использования, для получения диапазона в основании введения степень. Ещё вопросы? Продолжение следует... Продолжение следует...